Гнотисе Аутон. Познай самого себя. Две тысячи лет назад эти слова были начертаны на фронтоне храма Аполлона в Дельфах. В начале 20 века лауреат Нобелевской премии, академик Павлов, назвал их заповедью, которая захватывает всё в жизни человека. Научные знания о человеке, объекте медицины, со времён Павлова изменились фундаментально и уже не вмещаются в рамки традиционного медицинского образования. Проблема дробления целостного знания на фрагменты описывается в разных культурах метафоры «слон в темноте». Поднимется ли медицина на новый уровень, если её ввести в контекст современных знаний о человеке, полученных антропологами, генетиками, нейробиологами и психологами? Природа человека сквозь призму наук о человеке в авторской программе «Медицина в контексте» с Мариной Аствацатурян на Первом медицинском канале. Наточин Юрий Викторович, действительный член Российской академии наук и Европейской академии. Подчётный профессор Санкт-Петербургского государственного университета, профессор, основатель и первый декан медицинского факультета Санкт-Петербургского государственного университета, основатель и первый заведующий кафедрой физиологии этого же факультета. Юрий Викторович Наточин окончил Новосибирский государственный медицинский институт. В 1956 году поступил в аспирантуру Института эволюционной физиологии имени Сеченова в Ленинграде, в котором занимается научно-исследовательской работой по сей день. Основная область научной деятельности академика Наточина – физиология висцеральных систем, физиология почек и водно-солевого обмена, эволюционная физиология, космическая биология и медицина, нефрология. Он автор семи монографий и более двухсот научных статей. Академик Наточин сегодня в нашей студии. Здравствуйте, Юрий Викторович. Добрый день. Эту программу мы решили посвятить фундаментальному явлению. Это способность организма, любого организма, от растения до человека, поддерживать относительное постоянство своей внутренней среды. Называется это явление гомеостаза, а его нарушения чреваты последствиями. Примеров гомеостаза много. Это кислотно-щелочной баланс, терморегуляция, гомеостаз. Водно-солевой сегодня будет в центре нашего внимания. И относительно недавно стало известно о том, что нарушения водно-солевого баланса влекут за собой нарушение иммунного гомеостаза. И буквально в конце 2015 года в журнале Clinical Investigation появились две статьи, которые раскрывают механизм, который стоит за вот этой вот взаимосвязью водно-солевого гомеостаза и иммунного гомеостаза. Вот два гомеостаза связаны единым механизмом. Но речь у нас сегодня в основном о водно-солевом балансе. И начнем мы с основ. Пожалуйста, Юрий Викторович. Спасибо. Я хочу рассказать, хочу сначала ответить вам. Я коснусь того, что такое гомеостаз. И у меня большие сомнения. Вот как соотносится гомеостаз у животных и разница. Может быть, мы с вами обсудим проблему в соотношении между животными и растениями в связи с проблемой гомеостаза. Потому что именно животные, чем выше они стоят, организм, особенно человек, выше животные, имеют абсолютно стабилизированную систему гомеостаза. Не только водно-солевой, но прежде всего это то, что окружает каждую клетку. Именно это дает нам возможность и думать, и любить, и чувствовать. А при болезнях, мы об этом будем много сегодня говорить, эта система нарушается, и ее восстановление врач должен понимать, как сделать, для того, чтобы спасти больного. Так что такое гомеостаз? Физиология – замечательная наука. Физиология, я был недавно в Китае, как называют, китайские иероглифы обозначают физиологию. Физиология – это логика жизни. И вот для того, чтобы понять проблему гомеостаза, нам прежде всего надо понять, что такое среда. Есть среда внешняя, та, которая окружает нас, и есть понятие о среде внутренней. Иван Михайлович Сеченов в 1860 году предложил понятие о том, что организм без среды внешней, поддерживающего существование, не дает целостного представления о организме. И в то же время, в те же годы во Франции, Клод Бернар, это я сделал фотографию, я работал какое-то время в колледже Франции, и это памятник Клоду Бернару, особенно он четко сформулировал это понятие, понятие о внутренней среде. И вот здесь крайне важно для врачей, для всех, внутренняя среда – это не клетки, это только то, что окружает клетки. Любой организм многоклеточный в процессе своего формирования сделал так, чтобы клетки были окружены независимой, постоянной своей средой. Эта среда, окружающая каждую клетку, и обеспечивает возможность спокойной работы для каждой клетки. Спокойной, но неспокойной. Потому что, когда нервная клетка возбуждается, когда вы хотите думать, то в ней происходит огромное количество очень быстро протекающих процессов. Так вот, для того, чтобы они могли проходить по заданной программе, то, что окружает клетку, должно быть постоянным. В этом суть этой проблемы, проблемы гомеостаза. Это постоянство среды, окружающей каждую клетку. Это постоянство внутренней среды. И вот, Клод Бернару принадлежит слова, все физиологические механизмы, сколь бы различные они ни были, имеют одну цель – сохранение постоянства условий жизни во внутренней среде. Прошло... 150. Не, не, не. Я не то имел в ряду. Прошло 30, 20, ну, 40 лет прошло. И Кеннон предложил термин гомеостаз. У Клод Бернара его не было. Термин гомеостаз – постоянные условия, поддерживаемые в организме, можно было бы назвать равновесием. И в 1929 году Кеннон предлагает этот термин, который устоялся. И мне очень хотелось бы, чтобы все те, кто будут нас слушать или видеть, понимали, что гомеостаз касается внутренней среды, но он не касается клеток. Он обеспечивает возможность существования клеток. Но у клеток нет гомеостаза, потому что для того, клетки должны быть активны. Для того, чтобы быть активной, нужно, чтобы среда окружающая эти клетки была стабильной. Вы наверняка любите бывать в Доме музыки. Слушать концерты. Бывают, да. Так вот, для того, чтобы хорошо слушать музыку, должна абсолютная тишина в зале. Только это обеспечивает возможность. И окружающие клетки, среда должны быть постоянным, для того, чтобы сами клетки могли жить так, как им нравится. Отсюда три понятия. Среда внешняя, которая нас окружает. Среда внутренняя, которая окружает все клетки. И третья, это внутриклеточная. Гомеостаз касается внутренней среды. И что важно для той системы, о которой мы будем говорить? Сделать ее постоянной. Для того, чтобы сделать ее постоянной, нужны огромное количество разнообразных регуляторных процессов и многих органов в организме, которые обеспечивают это. Вот посмотрим пример одной клетки. Вот эта клетка. В этой клетке, вне клетки, вне клеточная жидкость, она богата натрием. А внутри клетки обязательно высокая концентрация калия. Это практически касается подавляющего большинства клеток в организме. И для того, чтобы поддерживать этот градиент, для этого нужны специальные системы в мембране клеток. Мы не будем об этом говорить. Ну, натуральный насос. Да, вот должен быть насос, должны быть ионные каналы, водные и так далее. Мы не будем говорить сегодня почти о молекулярной конструкции этой системы. Это заняло бы слишком много времени. Важно понять одно. Вне клетки имеется среда одна, а внутри клетки другая. И то, что локализовано в мембране, которая стоит на границе того, что внутри и вне, для этого нужно обеспечить с помощью молекулярных структур, механизмов, стабильность клетки по всем параметрам. Так вот, орган, о котором мы сегодня будем очень много говорить, почка, и обеспечивает вот это постоянство внутренней среды гомеостаза. Какие основные понятия нужно учесть при этом? Что такое различные виды гомеостаза водно-солевого? Это прежде всего поддержание стабильности астматического давления в неклеточной жидкости. Я чуть немножко, погоди, объясню, что это значит для каждой клетки. Второе – это объем жидкости внутренней среды, объем крови, объем неклеточной жидкости, объем жидкости, который имеется в мозгу, объем внеклеточной – это волюморегуляция. Третье – нам надо, не нам, организму нашему, нужно обеспечить постоянной концентрацию каждого из ионов. Я буду об этом говорить. И чем точнее, чем важнее для организма эта концентрация, тем меньше у нее, у этого параметра, уровень колебаний, тем точнее в струнке они лежат. И еще одно, то, что очень важно, это регуляция концентрации водородных ионов – PH. Это несколько показателей, о которых мы с вами будем немножко говорить. Но главное – понять. Стабильность этих параметров обеспечивает вам возможность слушать первый концерт, второй концерт, чего хотите, но слушать то, чтобы вы получали от этого удовольствие. Для этого должен быть очень стабилен уровень внутренней среды вашего организма. Итак, в организме, это уже врачей касается, имеется жидкость внутриклеточная или внутриклеточная фаза, внеклеточная. Вот к внеклеточной относятся кровь и лимфа, к ней относятся внеклеточная жидкость, к ней относятся специализированные жидкости. Это спинномозговая жидкость, у некоторых животных это гемолимфа, а у человека, у высшего животного, перелимфа, она имеется во внутренней мухе. То есть имеется целый ряд жидкостей, и во всех этих случаях внеклеточных там богата концентрация, больше концентрация натрия, а в клетке, напротив, больше концентрация натрия. Они уравновешивают, и это обеспечивает постоянство астматического давления. Теперь, какие константы важно знать врачу? И мы будем об этом говорить, при каком огромном количестве нарушений в организме наблюдается патология, если эти параметры сбиты. Это астматическое давление крови, но правильнее говорить, астмаляльность так же, как маляльность. Это суммарная концентрация астматическая всех тех веществ, которые находятся в крови. Концентрация натрия, калия, кальция. В отношении кальция очень важно знать, что не общая концентрация кальция важна. То, что пишут в рецептах. Не в рецептах, а в этих... В анализах. В анализах, да. В анализах. А концентрация свободного кальция. Потому что в крови имеется три группы кальциевых молекул. Один кальций, это свободный, ионизированный. Вот он важен для каждой клетки. Второй кальций, общий кальций, который обычно дает лабораторию. А вот его концентрация слагается из ионизированного, связанного с другими органическими молекулами, и связанного с белком. Поэтому, чем больше белка в крови, или меньше, тем будет больше кальция. Но он никакой роли прямой в состоянии клеток не играет. Поэтому очень важно именно ионизированный кальций. Концентрация гидрокарбоната, концентрация глюкозы. Ну, Паш, мы уже с вами говорили. Теперь мы перейдем, и это очень важно, к абсолютной концентрации тех веществ, о которых мы только что говорили. Осмоляльность крови исключительно важна. Она определяет объем каждой клетки. Так вот, осмоляльность крови у человека не может быть ниже 280, и не может быть выше 290. 280, когда человек выпил много воды, а 295, когда находится в пустыне, когда очень жарко. Вот в пределах этого калеблец, это всего 3%. Для того, чтобы измерить эту величину точно, мы даже в лаборатории сделали специальный прибор, потому что точность физических приборов составляет 1-2% при измерении. А это больше, чем нужна для организма точность поддержания. То есть в этих пределах он поддерживает, и это норма. Это абсолютная норма. Если меньше этого, я покажу вам картину. Ну, фотографии больных, да, дальше будет. Сколько должно быть натрия? В этих пределах 142. Граница 135-143. То, что дают в некоторых книжках, когда дают там 130-158, это на границе уже смертельных исходов, может быть. Нельзя об этом говорить. Норма. Вот 142, границы у разных людей 135-143. Калий, величина 4,4, она колеблется. От 3,5 до 5. Кальций мы уже с вами говорили, но особенно важный ионизированный. 1,15. Я потом покажу, с какой точностью поддерживаются эти величины. Магний около 0,8. PH 7,36. Врач должен знать эту норму. Он должен знать, я потом тоже буду в этом в нескольких словах говорить, при каких болезнях что может нарушаться. А вот теперь мы решили померить, каковы колебания этого значения у разных людей. Степень вариабельности. Так вот, вариабельность у натрия не более 3%. Для популяции, для большой группы. Но у каждого человека 1,4 всего. У калия больше, около 6%. Но наиболее точно поддерживается осмоляльность 1,09 и концентрация активного кальция 1,18. То есть, врач должен обязательно понимать степень вариабельности этих показателей, но ни в коем случае они не должны выходить за границу. Та норма дана при разных крайних состояниях. Но эти величины обязательно без понимания этой величины. Я когда учу студентов, я читаю лекции, я их заставляю хором повторять, чтобы они запомнили норму, и они в том это знают. У постели больного справочника не будет. Теперь мы рассмотрим с вами физиологическое, смысловое, функциональное значение таких параметров, о которых я только что говорил. Прежде всего, осмоляльность. Почему об этом? Потому что очень часто врач не знает, что это отражает. Вот улыбка означает, что осмоляльность нормальная. Это означает, что она в пределах 208-275. Даже я запомнила. Теперь что будет, если осмоляльность стала больше? Вот тогда клетки будут сморщиваться. Вода будет уходить через мембрану в кровь, и сама клетка, размер клетки, будет ее поверхность, ее площадь, ее объем будет уменьшаться. А если человек выпил очень много воды, ему хочется пить, он все время пьет, и это не компенсирует с осматически активными веществами в крови, то клетка будет набухать. Ее будет объем увеличиться. Что это значит? Если набухают клетки мозга, я не буду объяснять, какая головная боль будет у этих людей. Итак, осмоляльность абсолютно необходима только для одного в крови, чтобы клетки поддерживали постоянный свой объем. Можно вопрос промежуточный? Да, конечно. Клетки мозга, есть клетки печени. А каких вообще? Обо всех. Вообще обо всех. То есть если осмоляльность повышена, то все набухает. Все клетки увеличены. У них во всех. И эпители. Все, и эндотелии, и что хотите. Вот единственное, чего я хочу вам сказать. Очень важно, и то, что, опять-таки, могут не выдать. Внутренняя среда касается всего того, что по ту сторону эпители. То, что в кишке внутри, это не внутренняя среда, где мы это съели. Нет, это вне организма. То, что почечные канальцы пришло, это вне организма. А в внутренней среде, мы говорим, тогда, когда... Все, что ополаскивает, условно говоря, органы. Летки. Омывает. Да, органы. И вот мы перейдем с вами к некоторым... Это реальные картинки из тех групп, исследований, у которых я участвовал, и где удалось понять причину заболевания. Итак, вот одна из форм, которые часто встречаются, почему-то особенно в Индии, пневмонии. И там летальность может быть десятки процентов у детей. Не один процент, не два, вот сегодня по телевидению утром слушаю, как часто бывает, летальность при пневмонии. А это улезь. Ребенок, несчастная крошка, пить не хочет, но температура высокая, он сохнет. Что делает врач? Старается заставить его пить. Не получается, губы сжатые, он не пьет. Тогда он его хочет вливать в вену. Летальность возрастает. А теперь почему? Удалось понять причину. Вот это исследование осмоляльности крови. Зелененьким норма, а это при пневмонии. Я объясню потом, почему делает. Это очень интересно. Почему же при пневмонии, хотя больной сохнет, температура высокая, испарение огромное, он должен же, но должно расти, а у него снижается. Осмоляльность крови при некоторых формах пневмонии, ниже нормы. Вон она, получает 275, и потом наблюдается несчастный исход. В чем здесь дело? Оказалось, что в легких, при некоторых формах патологии, выделяется тот гормон, который регулирует водно-солевой обмен, антидиуретический гормон. Он должен секретироваться в гипофизе, но при метастазах у больных злокачественными опухолями и при пневмонии активируются те клетки в легких, которые вырабатывают этот гормон. Он приходит в почку и говорит почке «всасывай воду в организм, хотя она там не нужна». И что же делать тогда? Есть два выхода. Есть лекарство, которое не дает возможность почке всасывать воду, уменьшает действие гормона, и тогда выделяется вода и нормализуется. Либо нужно вводить физраствор нельзя, он увеличивает объем и не меняет астматического давления, а она у них снижена. Вот почему это так важно. Еще одна форма в талоне... Врачи это знают? Я не знаю, я потому и рассказываю. Я думаю, нет. Это напечатано было в журнале, который издается в вашей фирме, компании. Издательство «Медиасфера». Да, не знаю. Сейчас точно издается. Это мы напечатали в терапевтическом архиве. Да, это наш журнал. Да, но теперь, я не знаю, тогда, наверное, издательство «Медицина» было еще. Ну, не важно. Короче говоря, это очень важно для врачей. А теперь еще одна картина. Тоже мы делали, мне нужна была кровь. Кровь, которая уже использована для анализа, остается, ну, чтобы не у кого ничего не было. Для исследования. И я вдруг увидел, что это больные с инсультом, но не просто больные инсультом. В клинике, в одной из больниц Петербурга, но и очень тяжелые в коме. Очень тяжелые. Что делает по прописи врач? Он вводит им растворы гипертонические, концентрированные, для того, чтобы уменьшить возможность отека мозга. Если повысить астматическое давление крови, вода из мозга будет уходить. И будет то, что мы с вами только что говорили. А теперь я вам расскажу, что происходит на самом деле. Значит, ну, это не сразу пришло мне в голову. Когда мы взяли, то я увидел, что огромное астматическое давление доходило у некоторых людей до 360, а норма 290. Вот норма. Да. И вдруг пришло, не знаю почему, я не помню, как это получилось, я хотел отложить эти показатели астматического давления сыворотки крови от длительности пребывания больного в клинике. Вот больной в клинике там. Оказалось, 7 дней лежит, потом отходит на тот свет. Это группа. Тех, которые, у нас были случайны. Чем больше он находится в клинике, тем выше астматическое давление. В больницах во многих не измеряют астматическое давление. Им вводят гипертонический раствор. Больной теряет эту жидкость, воду, температура, потеря воды. В коме он не пьет, у него нет чушь, что жаст. Ему нечем компенсировать. Если нет комы, то он захотел пить, ему дают, а там ему не дают. Не измеряют. Растет астматическое давление, и больной погибает от гиперосмолиальной комы. Нам удалось найти очень простое средство для лечения этих состояний. И нам удалось в клинике, в больших клиниках, в Петербург, мы делали с Борисом Сергеевичем профессором Веленский, удалось снизить летальность в 2-3 раза. Очень просто. Нужно этим больным в этом состоянии давать 5-процентную глюкозу. Вводить вену. Не гипертонично. Ну вот до определенных величин, конечно. И тогда раствор, который был глюкозой, вот 5-процентный, глюкоза расщепляется в клетках, остается вода, и она разбавляется. И нормализуется концентрация в крови. Очень просто, да, действительно. Это очень, ну и под контролем астматического долина, чтобы не снизить давление до такой степени, при которой из мозга перестанет выходить в воду. И вот теперь мне хотелось сказать, что этой проблеме интуитивно, озарение, обращали внимание врачи давным-давно. Я нашел книжку, это 1880 год. Никто не знал, правда, не умеет мерить о смолеальность. Но профессор Бартвиц, который автор является этого руководства, сказал, что определение удельного веса мочи очень важно для распознавания почной болезни. То есть понимание, что этот параметр важен, было уже в 19 веке. А теперь несколько слов, как эта система организована у нас с вами в организме. И более того, я вот хотел сказать для врачей, как можно на основании понимания этой системы проводить дифференциальный диагноз. то есть выяснить, в каком месте, в каком звене нарушается эта система. Это знание дает врачу возможность понять, где нарушена она. Итак, вот перед нами стакан воды. Что происходит? Вы выпили глоток воды, больше нескольких. Вода поступает в желудочно-кишечный тракт, она всасывается. И в желудочно-кишечном тракте после всасывания воды поступает в сосудистое русло в конце концов. И русли в организме имеются специальные чувствительные образования. Они носят название осморецептор. Осморецептор соединен с нервным проводником, который сообщает в мозг, в гипоталамическую область мозга, в ту область, где находится нейрогипофиз, в гипоталамическую область, сообщает, что осматическое давление стало ниже или выше. Если она стала ниже, тогда в этой области мозга передается сигнал гипофизу, задней доли гипофиза, и она прекращает выделение вазопресина. А если стало выше осматическое давление, то эта область мозга начинает секретировать вазопресин. Вот стрелочки показывают, что антидиуретический гормон, это синоним вазопресина, приходит к почечным канальцам и говорит канальцам пора всасывать воду и в организм надо возвращать воду. Вот принципиальная организация системы. Осморецептор, центр мозга, секреция гормона здесь, и гормон приходит в почки. Потом я вам хочу показать здесь, сколько Нобелевских премий было получено за то, что расшифровали отдельные звенья этой системы. Немножко погодя. вода приходит, это принципиальное устройство. Нефрон. Нефрон, да. Вот в почке у каждого человека по миллиону нефронов. Итого сколько будет на две почки? Миллион? Два миллиона. Два миллиона, да, но если две почки. Нет, но Бог сделал почку, природа сделала почку так, что если нет одной почки, человек не почувствует. Если нет двух третей второй, внешне не почувствует, но пределы будут. То есть почка с запасом только для того, чтобы был постоянным уровень гомеостатических параметров. Чем выше организм, тем более интенсивно работает почка. Для чего? Ведь что происходит? Происходит удивительная казалось бы вещь. Каждый из нас тратит 20%, 25% минутного объема приходит в почку и фильтруется там. Энерготраты 10-15% в покое мы тратим только на то, чтобы работала почка. Такого кровоснабжения нет ни в одном другом органе. Для чего? Только для того, чтобы была гомеостазированная среда. Итак, почка профильтровала жидкость просвет канальца. Здесь сутки фильтруется 180 литров жидкости. Выделяется литр, полтора. Все остальное всасывается и всасывается именно те вещества, которые нужны. Вот R-реабсорбция, R-фильтрация. Сейчас мы несколько слов обсудим с вами, как всасывается вода. Мы с вами говорили, что гипофиз выделяет вазопресин. Это нонопептид, 9 аминокислот. Вот его формула. Он выделяется гипофизом, приходит к почке и говорит почке надо всасывать воду. Как это делается? Это клетка собирательной трубки почки. Здесь неклеточная жидкость, кровеносное русло, а это сторона, это просвет канальца. То, куда прекрасная жидкость, образующаяся в почке выделяется. Что происходит? Вазопресин, аргинин вазопресин подходит к рецептору. Рецептор находится на мембране клетки, той, которая обращается. Называется этот, имеется три типа рецептора вазопресина, мы будем об этом говорить немножко погодя, но тот, который связан с транспортом воды, регуляция, он находится в базальной мембране, но с названием V2-рецептор. Под влиянием этого рецептора активируется система, которая способствует образованию циклического АМФ. Циклический АМФ движется по клетке, он не в этом месте остается, он движется по клетке, и на противоположной стороне мембраны способствует встраиванию в мембрану водных каналов. Эти водные каналы носят название аквапорины. Вот в почке это аквапорин, в этих клетках это аквапорин-2. Итак, гормон подходит к почке, действует на рецептор, в рецепторе образуется циклический АМФ, он движется к базальной мембране, к капикальной мембране, в нее встраиваются водные каналы, и начинается всасывание воды по астматическому градиенту. Теперь то, что касается врачей. иногда гормона в крови нормальное количество, а почка не реагирует на гормон. Я потом буду говорить о таких болезнях. Мне хочется, чтобы врач понимал, что изменение реакции, это наши данные, я не буду деталей, а только принцип крайне важен. Вот здесь я в черных шкуржочках поместил в зеленых 7 цифр. Это места, по крайней мере, наиболее важные для изменения чувствительности или реакции почки на гормон. Нормальный гормон вовсе не знает, что будет нормальная реакция. Вот имеется 7 мест, по крайней мере, это место взаимодействия гормона с рецептором, это влияние на фермент аденциклаза, это влияние на фосфодиэстеразу внутри клетки, это влияние на изменение концентрации кальция, это образование и влияние простагландинов, это уйма других процессов, которые могут поменять реакцию клетки на гормон. Можно сказать, что это 7 узких мест? Это не узких мест, а 7 важных мест, где может меняться реакция на гормон. Их может быть много больше. Я просто показал, чтобы не было представления о том, гормон нормальный в крови, что она мается, не выполняет своих обязанностей. Вот это просто места, где могут не выполняться свои обязанности. Теперь, как вся эта система выглядит? Мы сделали вместе с институтом биорганической химии Академии наук. Это, как выглядит В-рецептор, тот рецептор, который взаимодействует с вазопресином. Разного цвета кружочки, это калий, это водород, углерод, кислород. Это уже В-рецептор, вот это молекула В-рецептор, и В-красненьким взаимодействие этого рецептора с вазопресином. Просто, чтобы у врачей было представление, как это организовано, как образована система, поскольку на этой системе можно оказывать влияние в разных местах. Вот такой маленький пептидик, семь, семь, на кислотных остатков. Не, девять. Девять, да. Так вот, это молекула аквапарина, водный канал. Это вода. А это вот капельки воды, как никто не знал раньше, как она проникает. Это было, это открытие было при своей Нобелевской премии в 2003 году. А теперь Нобелевские премии, которые были присуждены вот за все то, что я только что рассказывал. Ну, я потом, если будет снова клетка, я покажу. В 1955 году Дювиньо выяснил химическую структуру вазопресина и синтезировал окситоцин и вазопресин. Получил за это Нобелевскую премию. В 1971 году циклический, за открытый циклического МФ, да, Сезерлен получил Нобелевскую премию. Нужно сказать, что в нашей стране эти работы я начал применить над действием вазопресина в почке, только кончил аспирантуру в 1962 году. И мы сделали это впервые, может быть, на у человека. В 1982 году сам группа исследователей открыл значение простагландинов. Они были раньше открыты, он показал в этой системе. В 1994 году джебелки были, за джебелки была Нобелевская премия. И, наконец, в 2003 году. Вот сколько Нобелевских премий было дано за то, что... Одно явление, фактически. Фактически вот за то, что я вам только что показывал. Вот почему так важно и гормон, за него была Нобелевская премия, и за циклический ММФ, и за аквапарин, и за те белки, которые обеспечивают передачу сигнала. Вот насколько существенны исследования в области фундаментальной науки для того, чтобы врач у постели больного мог обдуманно, продуманно понимать... Что происходит. Что происходит, как это происходит и помочь больному. Вот я вам на двух примерах показал, только что при пневмонии и при отечестве мозга. Я дальше покажу, как много, я не буду это рассказывать, что это предмет отдельных может быть дискуссий. Значит, при каких состояниях наблюдается у человека гиперосмия, повышение осмоленности крови, и при каких гипоосмия. Вот это то, это часть того, что врач должен знать. У меня был издан справочник для врача, где перечислены все заболевания, при которых больше или меньше все параметры, имеющие отношение к гоменостатированию. И вот еще одно, то, что очень важно. Концентрация гормона не может иметь нормы. Это очень важно для врача. Вот осмоленность имеет норму 290, 280, 295. А гормона столько в крови, сколько надо, чтобы в данный момент что восстановить. Поэтому не может быть среднеевропейской концентрации. Бывают заболевания, когда его много, это другой вопрос. Но у человека здорового больше или меньше норму надо смотреть только по этим параметрам. А если патология, тогда откуда это берется? Но ни в коем случае не как норм. Итак, гиперосмена при коме, при потере жидкости при эксикозе, при диабетическом ацидозе, при несахарном диабете. Вы поймите, вот несахарный диабет, это когда очень много выделяется жидкости почек. Ведь при несахарном диабете объем выделяемой жидкости может доставить 25 литров в сутки. И кровь нормальная. Но кровь имеет как-то невидимое. Воды выделяется много, больной пьют очень много, а осмоляльность крови выше нормы. Непонятно почему? Объясню на ходу. Потому что почка выводит воду, и больной начинает пить тогда, когда осмоляльность повышена. А когда повышена осмоляльность, растет чувство жажды. Вот и все. Теперь очень важно провести дифференциальный диагноз, то, о чем мы с вами говорили. Когда может быть нарушена эта система? Она может быть нарушена, тогда, когда неадекватно работает осморецептор, когда он либо прерванный пути передачи сигнала. Об этом не думают, но это будет иметь клинику несахарного диабета. Сигнал не поступает, и гипофиз, или неправильный поступает, и гипофиз выделяет неправильный или перестает выделять горбон. тогда может быть проявление. Второе, может быть поражение центра осморегуляции в мозгу. И может быть, это еще одна очень важная вещь, которую мало знают или совсем не знают. установка центра должна быть правильной. Центр должен быть установлен на 285. Если нарушилась установка центра, все будет правильно, но он будет показывать неправильные цифры, говорит организм. И об этом почти не знают. Вот есть гормон, нет гормона, отсюда берется как бы несахарный диабет. Но на самом деле такая же клиническая картина, как при отсутствии гормона, может быть, тогда, я не буду показывать, сейчас, как я то, что от почки плавала, клетку нефрона показывал, когда не работает рецептор этот самый рецептор вазопресина, когда он нарушен, тогда гормон есть его много, а ответа нет. Это состояние носит название нефрогенный несахарный диабет, зависящий от нарушений в почке. И высокая смолиальность может быть при уремии, ну и, конечно, при сахарном диабете. И вот понять, что из этого надо знать. Врач должен найти ту строчку, которую данного больного. Теперь, когда бывает гипоасмия, сниженное астматическое давление, оно бывает, и вот это тоже врачи должны знать, я бы немножко уже говорил, при синдроме неадекватной секреции вазопрессином. Но наиболее часто это бывает при метастазах. И метастазы почему-то определенный тип клепток начинает вне мозга секретировать вазопрессин, и в этом случае усиливается продукция не гипофизарного, но такого же гормона, он подходит к почке, и почка обеспечивает увеличение всасывания на воды, гипоснижение кортикостероидов, водная интоксикация, пангипопитеризм, когда нарушена вся система, и, наконец, психогенная полидепсия. Человек пьет много, потому что ему мозг говорит надо пить, центр жажды нарушен, но не гипофизарная система. Поэтому у него меняется систематическое давление только от того, что нарушен центр жажды и нарушена система. Поэтому дифференциальный диагноз, как врач узнает, что у него истинный или это. Если человек много пьет, у него будет сниженное осматическое давление крови. Первично. Он пьет, потому что мозг неправильный команды. А при несахарном диабете будет повышенный. Вот все. Это мало кто знает, но это надо знать для дифференциального диагноза. Теперь, что такое, я об этом не буду, чтобы время не затягивать наши беседы, но когда гиперосмия, тогда обычно бывает и гипернатриемия. И вот те состояния, при которых повышено содержание натрия в крови. Если нет осмометра, то хотя бы определить по натрию. гипернатриемия гипернатриемия это те состояния, при которых снижена секреция антидиуретического гормона, повышена секреция антидиуретического гормона, из-за гиперсекреции гормона будет всасываться много воды, будет наступать водная интоксикация, то же самое, что и при введении избытков вазопрессина. я не буду перечислять состояние, они есть в справочниках. Крайне важно знать, что если нет под руками осмометра, то по натрию можно ответить на этот вопрос. Как меняются параметры сыворотки крови при синдроме неадекватной секреции вазопрессина? Это сниженный натрий в крови, сниженная концентрация хлора. Глюкоза удержится другими механизмами, и она старается ее поддерживать в норме. И мочевину, но, конечно, резко снижена осмоляльность крови, и на низком уровне относительно находится осмоляльность мочи. Вот те показатели, которые наблюдаются при синдроме, о котором тоже врачи мало знают, неадекватная секреция вазопрессина. Как это происходит и где? Это нефрон. Я очень коротко скажу, потому что мало кто понимает эту схему, эту систему. Вот нефрон. Это один нефрон-клубочек, максимальный каналец, восходящий отдел петли генли, дистальный канализ собирательный трубки. Если гормона мало, то две трети жидкости всасываются в этом отделе, и начиная с толстого восходящего отдела петли генли, стенка водонепроницаема. Натрий всасывается, хлор всасывается, стенка водонепроницаема, и тогда выделяется гипотоническая разведенная моча. Если гормона много, тогда объем мочи резко уменьшается, и здесь повышается астматическое давление крови. Оно повышается за счет работы почки, как противоточно множительной системы. Эта система имеется в почке, она ведь в споровых котлах, ее открыли только в 50-х годах прошлого века. Раньше думали, что всасывается много воды. Всасывается много воды за счет активного транспорта воды. Нигде в почке нет активного транспорта воды. Она всасывается только по астматическому градиенту, так как мы только что с вами обсуждали. Я хотел сказать два слова только о том, что вот эта система при астматическом концентрировании обеспечивает у человека возможность опреснения воды. В наших учебниках этого не было. Более того, почти нигде не читают. Это так, вот почки читают в Ленинградском университете, я читаю на Митвайне, еще где, а так почти нигде не читают. Система почему-то считает сложной, и вы мало кто читаете, для домашнего чтения перевод. Итак, классические варианты клинической физиологии почек, клинических нарушений. Вот это врач должен знать. Первичная полидепсия, несахарный диабет, нефрогенный несахарный диабет, ночной нераз и серповидно-клеточная анемия. Я вам расскажу только о серповидно-клеточной анемии, об этом тоже мало кто знает. Итак, вдруг внезапно ночью у человека образуется очень много гипотонической мочи. Казалось, дело в том, что эритроциты попадают, вот я только что вам показывал вот эту картинку, попадают в зону почки, где повышено астматическое давление. И эритроцит меняет свою форму. Меняет свою форму, перекрывает сосуды, прекращается кровоток. И почка перекращает астматическое концентрирование. Когда она прекратила астматическое, эритроцит снова приходит, снова нормально. Вот почему бывает время, когда вдруг выделилось много, а потом нормализуется. Эта цепровидно-клеточная анемия связана с изменением формы эритроциты. Это тоже мало кто знает. И вот физиологические механизмы. Вот это извращенный ритмсекрет цепи и нарушение кровотока мозговых сосудов. Я не буду другого, чтобы нам не затягивать. Мне еще о многом хотелось с вами поговорить. Леон экзамены в аспирантуру сдавал Леон Абгарыч. А Александр Григорьевич Геницинский был у меня научным руководителем. И это моя фотография сделал Леон Абгарыч, когда я приезжал в Ленинград на студенческую научную конференцию, и он был руководителем, председателем этой конференции. Вот ему доклад понравился, и оттуда я и появился. И он потом принимал мне экзамены в аспирантуру. И условием было, чтобы я победил на конкурсе. Там было много претендентов. Я получил хорошую, отличную отметку. Итак, в 1038 году Леон Абгарыч выступает в Гедуве. Гедув это государственное совершенствование врачей. Леон Абгарыч читает лекции в 14 мая 1939 года. Она была прочитана. Это очень важно для гомеостаза. Вот тогда Арбели уже это понимал и читал лекции врачам. Вот чего он говорит. Это то, чего до сих пор книжка наш не найдет. Зачем же гонится почка? Затем, чтобы дать мочу определенного состава? Или затем, чтобы сохранить плазму крови? Установка почки на то, чтобы обеспечить постоянство состава крови, а не постоянство состава. Плазмы. Плазмы. Да. Жидкости. Я крови искал того же. потому что смоляльный скобб все равно будет сохранена. И это крайне важно. Поэтому норму надо смотреть по этому. Это крайне исключительно важно для врачей. Если врач будет обращать внимание на так называемую норму, которая в некоторых учебниках дается, то бедно его больны. Понятие нормы в нефрологии. Смит, кстати, сказал, великий физиолог, который занимался исследованием почки, Хомер Смит, нормы для почки нет, потому что ее никогда не было. Почка должна делать такую мочу, какая нужна, чтобы была норма и крови. Итак, к норме относятся кровоток, скорость кровотока почвенного, скорость фильтрации. Норм касается транспортного максимума глюкозы, некоторых других веществ. И более того, чем шире колеблется диурез, он может в огромном, тем больше норма, если он реагирует на состояние внутриорганизма. То есть у нее большая лоббильность такая, она лучше подстраивается под нужды организма. Это врач должен знать, иначе человека 2 литра его отправят на новый анализ. Надо понять, в чем здесь дело. Может быть, все у него хорошо. Вот я и встал красными буквами. Чем шире диапазон изменения в норме экскреции почки веществ, тем лучше ее функция. Ну, это не касается тех веществ, которые не должны быть в моче. Ну, белок там. Ну, насчет белка два слова. У меня аспирантуру, аспирантуру защитила Аня Кутина. Так вот, если вы выпьете много воды, то появится белок. Да? Да. Потому что белок всегда есть в моче. Всегда. Но его очень мало. Его не меряет вот та аппаратура, которая есть. И чем больше дюресс в этих условиях, тем абсолютная норма. Просто он не может снировать конституцию ниже определенной величины. Нет, ну, есть такие явления. Нефропатия берет. Это другое дело. Я про это. Я про это. Вы правы. Но просто я к тому, что если очень можно проверить, перепроверить анализ. Вот это нормы, которые знать должен врач. Фильтрация должна быть 120 миллилитров примерно. Кровоток почки 1200 миллилитров. Плазматок 650. Реабсорбция глюкозы должна быть такой, при которой его величина достигает 375. Абсолютная норма выделения астматически свободной воды почкой на максимуме водного диуреза. Без этого нельзя. Это и есть норма. И астматическое концентрирование. Для того, чтобы понять норму, для этого нужны функциональные пробы. И вот в начале прошлого века Фольгарт предложил пробы на воду, на водную нагрузку и на дегидратацию. Они раньше, пробы Фольгарта, они применялись в клинике. Вот в условиях пробы действительно есть норма. есть норма концентрирования и пробы на разведение. Но это только в условиях функциональных проб. Либо еще один вариант от пробы Земницкого колебания этих параметров, которые в клинике сейчас применят, у данного человека в течение дня. Я не буду рассказывать этих параметров. Я только хочу показать, что при гиперкалиемии вон сколько много состояний или заболеваний, при котором наблюдается гиперкалиемия. То есть больше пяти с половиной калия в крови. Гипомагниемия наблюдается при вот таком большом числе. Я не стал приводить эти данные. Это можно смотреть в справочнике, он есть. Но надо понимать, что уйба состояние и врач, если видит эту цифру, должен найти то, которое касается данного больного. Но каким же образом все это регулируется? В учебнике будет написано нервная система и гормонная эндокринная. А теперь то, что на самом деле в регуляции гомеостаза, поддержание гомеостаза, в регуляции функции почки принимает участие нервная система небольшая. Огромное значение имеет эндокринная система. Огромное значение имеет то слово, которое сейчас назову, и о котором мало кто знает. Это физиологически активные вещества локально выделяющиеся. Их много в этом месте, но их мало в крови, естественно, они местно регулируют. Отсюда их название аутокоиды. Это местно выделяющие физиологические активности. То есть биохимически они могут относиться к разному классу. Абсолютно, к разным классам. Теперь, то, о чем мы говорили с вами, то, что не обращать внимания. Вот кальций, магний, калий, это факторы внеклеточной жидкости. Если будет гиперкальцемия, то уже гормоны будут не так действовать. работать. Если будет гипокалиемия, будут не так действовать. То есть нужно посмотреть еще состав внутренней среды. Об этом вообще не думают. И, наконец, последнее, ну, не последнее, здесь стоит. Я вам расскажу об этом, это новые наши данные. Это инкретины, это физиологически активные вещества, выделяющиеся в клетке тонкой кишки, которые имеют огромное значение в регуляции. Только что поиск статья была за рубежом напечатана, ну, наш сотрудниками о физиологическом значении. Оказалось, что инкретины регулируют, эти вещества до недавнего времени использовались в качестве веществ, регулирующих секрецию инсулина и уровень гликозы при диабете. Мы показали, что они имеют прямое значение к гомеостазу и к регуляции всех параметров, о которых я только что говорил. Но это немножко погодя. Итак, для каждого из этих параметров имеет значение его влияние на ионные каналы мембраны, на водные каналы аквапарины, на ионные насосы, на котранспортеры, то есть вещества, всасываемые в кровь вместе с натрием. Котранспортер натриезависимый. Если надо, я могу объяснить, что это такое. Но здесь просто движением веществ по межклеточным контактам, парацеллюлярных транспортов. Разные подтипы гормонов рецепторов. И, наконец, рецепторы аутокоидов. Вот нефрон, который вы уже видели, я просто хочу показать вам, что В-рецептор, рецептор вазопресина, В1А находится в клубочке, В1А находится в области толстого, сходящего отдела петлигенда, В1А находится в области собирательных трубок, здесь находится В2-рецептор, от которого зависит всасывание воды, здесь же находится В1Б-рецептор, это новые, только что опубликованные наши данные, которые регулируют секрецию калия, выделение калия. Это очень интересно с точки зрения биохимии. Абсолютно. 9-ти аминокислотный пептид, и у него не один рецептор, а несколько. Я пытаюсь представить это молекулярное. А вот я еще одну вещь покажу, что мы поменяли по одной аминокислоте вместе с профессором из Ленинградского университета Михаил Ивановичем Титовым, и вот вместе с нашими сотрудниками, сделали разные пептиды, которые, один из них сейчас проходит апробацию уже как возможный препарат. Он оказался, вот этот пептид, я вам расскажу, в 50 тысяч раз, 50 тысяч раз, сильнее форосемида, 50 тысяч раз. С одной заменой. Да, с одной заменой. Но рецептор при этом его узнает. Вот этот, он действует на этот рецепт. И потом это оказалось средством единственное, которое может быть использовано для лечения состояния, которое наблюдается при отеке, при коноприотеке мозга. Но, это я вам говорил о человеке, а сейчас я вам хочу сказать, у человека почка единственный орган, обеспечивающий опреснение воды. Поэтому, вот те, кто любит купаться в океане, не могут долго там жить, потому что у человека нет опреснителя. Ему нужна пресная вода. А вот задумывались ли вы и наши слушатели, каким образом пресную воду добывают чайки, которые живут в море, черепахи, которые живут в море, рыбы. Рыб же, кровь такая же, как у нас с вами, по осмоленности, а вода соленая. Вот я вам сейчас в двух словах расскажу, что у нас это почки, у рыб жабры. Жабры обеспечивают вот этими клетками, на этой клетке и кейси, выбрасывание натрий-хлор, и они опресняют кровь жабрами, поддерживают гомеостаз. у птиц имеют специальные солевые железы здесь, в углу глаз, которые концентрируют солевой раствор. Они пьют воду соленую, концентрируют соль, выбрасывают соль и опресняют эту воду. Поэтому раньше в зоопарках, когда этого не знали, в Нью-Йорке, погибали, брали морских птиц и через там три недели они погибали. Не могли понять, в чем дело. Оказалось, что им достать пресную воду на соленую. Дюрочки это вещества, влияющие на выделение воды почкой и различных ионов. Имеются разные типы дюрочки. Одни, которые действуют на максимальный канализ, на толстый восходящий отдел петлиген, здесь форосимид действует, на дистальный канализ. И тем самым удается врачу регулировать выделение и объем и выделение воды почки. А теперь то вещество, которое я только что сказал. А можно ли сделать более сильный? И из естественного вещества оказалось, что можно. Вот клетка, вот рецептор. Тут мы только что обсуждали. Вот это вазопрессин. Оказалось, что замена аминокислоты в этом положении или в этом положении или двух аминокислот позволяет сделать пептид, который только натрий гонит, калий, либо вот этот калий гонит, либо натрий с калием, либо воду. И тогда вот это результат экспериментов можно либо усилить выделение натрия, либо усилить выделение калия. Вот этот пептид сейчас его приняли и будет проходить преклинические испытания. Но эволюция для нормы выбрала все-таки тот вариант. Эволюция выбрала правильное решение. А это для стимуляции? Это мы уже для подводки. Я не уверен, что вы правы, потому что это вариант для млекопитающих. А у других позвоночных аргинин вазотоцин. Аргинин вазотоцин имеет те же замены, что здесь. И если использовать почки аргинин вазотоцин, то начинают гнать натрий. У них другие нужды, видимо. Мне пришло в голову, что смена гормона только у млекопитающих связана была с тем, что почка стала обладать способностью выработки астматически концентрированной мочи высокой. И для этого ошибка здесь привела бы к потере натрия. А натрий необходим для внутрисосудистого объема и для гомеостаза. Ну, я не знаю, сколько правильно, Господь Бог знает, который это проводил. Но вот мне пришло в голову, что это... А эту диссертацию с Аргинин вазотацином, он первый из этого ряда, взял моя аспирантка из Китая, Гаудзе. Была у меня, на это сделал. Извините, я вас перебила, и вот этот препарат, он уже прошел испытание, он уже одобрен, да? Он одобрен комиссией в Минпромторге. Я был, там моя сотрудница Анна Вячеславовна Кутина докладывала. И сейчас он получает, должен получить финансирование для преклинических испытаний, уже подготовки лечебной формы. Вот в чем смысл этого действия. Значит, это вы легко поймете. Мы с вами говорили, рецептор вазопресина здесь, здесь клетка, а вот это котранспортер, который всасывает натрий, калий и два хлора. Он из внутри канальцевой жидкости всасывает и дальше возвращает в кровь. Вот путь движения. Здесь реабсорбируется, попадает в клетку и клетка выбрасывает наружу. Если мы даем гормон АВТ, тогда клетки начинают иначе работать, они прекращают меняют транспорт натрий. Но если дается форосимид, вот то, что принято в клинике, он закрывает котранспортер и натрий, и калий, и два хлора не всасываются, и почка выделяет эти вещества. Поэтому увеличивается диорез. И тогда пришла в голову мысль, это наши препараты, если сделать вещество, которое одновременно бы активировало все котранспортеры, надо иметь тогда гормон или аналог гормона, который заставит секретироваться вторичные посредники, и они одновременно перекроют все гекотранспортеры. механизм действия этого препарата. Это убойный в общем. Это впервые и патент у нас есть, и это первая работа наша. Это никто не делает. Перешибли здорово. Да, вот теперь формула. Вот это как происходит действие форосемида и этого препарата, выделение натрия большого. Но чтобы вы понимали, что такое 50 тысяч раз. Значит, вот формула очень простая. Какое количество натрия всасывается при активации одной молекулы форосемида? Оказывается, что при перекрытии одной, при введении одного анамоля форосемида выделяется 115 нанамолей натрия. Если дать вот этот пептид ДВТ, то выделяется 600 тысяч нанамолей натрия на 1 нанамоль базотоцина. Поделив одно на другое, мы получаем, что пептид 50 тысяч раз сильнее форосемида. Соответственно, нужно его ничтожное количество препаратов. Очень мало как будет разрушаться в кишечнике, как в воде. Это еще экономично с точки зрения производства. Да, скорее всего. Теперь о гомеостатических функциях почки. Почка обладает целым рядом гомеостатических функций, связанных с поддержанием постоянства внутренней среды. Почка является важнейшим инкреторным органом. Почка выделяет гормонов очень много. Поэтому это абсолютно необходимо знать врачу. Я сейчас о них немножко погодя расскажу. Второе. Почка оказалась важнейшим органом метаболическим. Я имею в виду не то, что в ней метаболизм. Вот вам казалось бы, что это просто она... Она выводит метаболитность. Нет. 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 В ней происходит синтез или разрушение веществ. Я потом расскажу. с вашей иммунологией связанной. Да. Которую мы в самом начале упомянули. Метаболическая функция почки связана с тем, что в ней либо образуются, либо разрушаются органические вещества крови и нормализуется как зеркало органических веществ в крови, концентрации в крови. Это совсем другое. За счет метаболизма. Но это метаболическая функция для организма. Третье. Осморегулирующая функция почки. Мы об этом говорили. Регуляция объема. Мы говорили. Регуляция ионного состава. Говорили. Регуляция PH. Говорили. И вот я поставил на самое... Это то, что выводит с мочи. Главное для почки то, что она сохраняет в организме. При нарушении водно-солевого гомеостаза что происходит? Нарушается объем клеток. Мы об этом говорили с вами. Наблюдаются отеки. Это изменяется объем вне клеточной жидкости. И, наконец, может быть отек мозг, который нарушает там уже все на свете. Когда отеки? Отеки нарушаются при патологии, связанной с патологией почки, при кардиологии и безумно жуткие отеки при экстракорпоральном оплодотворении. В некоторых случаях наблюдается. Их очень трудно лечить. Инкриторная функция почек. Почки вырабатывают ренин, каликриин. Почка ответственна за эритропоэс. Почка ответственна за количество тромбоцитов, потому что оказалось тромбопоэтин недавно был взял. Тромбопоэтин делает почка. Почка делает простагландин и простоциклин. Почка рахит. Это ведь почка виновата. Активные формы витамина D3, рыбий жир петь сколько угодно. То есть тоже почка делает? Только почка делает. Активные формы, которые превращаются в гормон. До этого беспорядка. Если почка не в порядке, бессмысленно, бесполезно. Почка делает натриуретические факторы, адреномедулин, почка делает дофамин, почка элброгеникина. Это огромный инкриторный орган, о котором мало знают, о котором абсолютно необходимо знать. Вот болезни. Анемия, это же почка, если эритропоэтина мало. Рахит, это витамин D3. Гипертензия, это дисбаланс веществ, регулирующих сокращение и расслабление сосудов. Нарушение свертывания крови, я только что об этом говорил. И, наконец, ночной норазы детей. Я два слова об этом скажу, об этом мало кто знает. А болезнь затрагивает в некоторых случаях до 28% детей. И об этом мало стесняются говорить. В нашей лаборатории моя сотрудница, она сделала и кандидатскую, и докторскую, был найден наиболее эффективный в мире способ лечения ночного нораза, когда мы поняли, что почка ответственности, не мочевой пузырь, а почка ответственна за это состояние. Потому что, может быть, это связано с изменением реакции на вазопресин, тогда выделяется разное количество жидкости, это может быть связано с разной секрецией простагландина. И понять, какой баланс чего, это значит определить объем той, которая выделяется ночью, еще время ритма. И поэтому удалось снизить очень резко кремене лекарствами, десмопресин и вещество обменяющие... То есть, воздействие именно на десмопресин. У него нет влияния на ионы, только влияние на воду, для абсорбции воды. Более того, эту работу приняли там, приглашали, я тут летал на конгресс, там на специальность, помню, который был при том, и рассказывал, как... То есть, видимо, это какое-то возрастное нарушение? Да-да-да. То есть, потом, когда они вырастают, там нормализуются? Нет, нет-нет-нет. Восстанавливается у некоторых детей до 28% в скандинавских странах. А после 15-летнего возраста остается у 1-2%. И, наконец, инкретины, то, о чем мы сами говорили, это физиологически активные вещества, секретируемые после того, как вы, я и все остальные наши слушатели потребляют глюкозу, но оказалось, что и пьют воду. Я вам сейчас покажу эти данные. И для чего эти вещества нужны? Они выделяются в кишечнике, приходят к почке, и почка меняет реакцию на всасывные вещества. Это абсолютно новая вещь, и об этом ни в каких учебниках ничего нет, но статьи такие, и оригинальные, напечатанные у нас были, и работа была опубликована и на Западе, и защищена диссертация моей сотрудницы Анны Сергеевны Мариной, которая эту работу сделала. Значит, как в норме это происходит? Вот человек съел что-то вкусненькое, входит в кишечник, в кишечнике вырабатывается глюкогоноподобный пептид-1, он приходит поджелудочную железу, панкреас, здесь вырабатывается, если всасывается глюкоза, если наблюдаются гипергликемия, тогда секретируется инсулин и снижается уровень глюкозы в крови. Это стандартная снижается. А теперь оказалось, что самое происходит и при выпитье воды. Мы сейчас это сделаем, ну, поскольку сейчас никаких экспериментов ни на ком нельзя, то это только сотрудники и аспиранты нашего института, которые дали добро, мы у них брали кровь. Они пили воду, значит, вот норма нагрузка глюкозы. Растет глюкогоноподобный, то, что пишут у всех книжек. А вот норма, и они выпили воду из стакана. И вот как растет при введении воды. Если при водной нагрузке падает осмоляльность крови, то, что мы только что говорили, при нагрузке глюкозы растет концентрация. Ну, то есть то, что вы все тут, то, что мы с вами это да. Классика жанра кроме одного, что при этом растет глюкогоноподобный. Если ввести дальше мы вот если ввести воду и ввести эксенотид, это препарат, который заменяет глюкогоноподобный пептид, чтобы он не разрушился. Тогда вот это контроль, если это выделение воды при введении эксенотида с водой. То есть глюкогоноподобный пептид ускоряет и улучшает введение воды. То же самое он делает для выведения натрия. Потом оказалось, что это действие распространяется на хлор. И тогда возникает вопрос. Вообще непонятно. Как же так? Один пептид и все регулируют. Нам удалось выяснить это и оказалось следующее. Глюкогоноподобный пептид уменьшает реабсорб в максимальном канате. Больше жидкости приходит толстый восходящий отдел петлигенов. И в этом отделе больший объем подвергается действию тех гормонов, которые выделили физиологически активных веществ, которые выделяются в том случае, если больше кальция, магния, чего хотите. И этот отдел реагирует на концентрацию глюкогона, парад гормона, кальцистанина, вазопресин. И тогда здесь меняется селективно то, что должно быть для этой ситуации. Но так объем больше, то более селективность улучшается, а объем больше выделяется. И тем самым нормализуется быстрее то, что я вам только что показал. И, наконец, тот вопрос, который вы мне задавали, я сейчас говорю и о метаболической функции, и об иммунитете. Значит, вопрос каков? Всасывает? Вот если вам спросить сейчас, мне скажут, белки не всасываются? Чего там вас в книжке учили? Расщепляется аминокислота, аминокислоты всасываются? Чем меньше, тем лучше. Нет, ну, чего? это худыми стройными было? Да, да. Нет, я имею в виду, что полимер должен быть расщеплен. Да, полностью. До своего структурного как бы моно. И тогда стабилизируется концентрация белков в краю. Все правильно. Кроме одного. Но вы знаете, что? Вот я вам только что рассказывал, что мы обнаружили, что если выпить воду, то растет белок в моче. У здоровых людей абсолютно здоров. Как это может быть? И тогда возникла следующая идея. Это еще одна диссертация, сделанная в нашей лаборатории. У меня возникла идея вот что. Взять GFP. Вы знаете, что это такое? Зеленый фиорист, который использует... Который Нобелевскую премию. Да, да, да. Вот это все делается. Вот он начальник нарисовал. Мы вводим его тоненьким зондом в желудок. Мало очень. Зеленым сделать, чтобы вы понимали, что мы вводимся. Но особенность этого белка в том, что он светится, пока не расщепленный. Стоит его... Да, это вы знаете. Поэтому я его и выбрал. Его или желтый, все равно. Вот это как он выглядит. А теперь что происходит? Значит, идея была в том, если могут всасываться нерасщепленные белки, куда они деваются. Оказалось, печень черненькая, а почка вот какая, зелененькая. И я не буду вас сразу томить. Оказалось, что весь этот сам белочек приходит в почке. В почке он расщепляется до аминокислот. И почка расщепляет до аминокислот, возвращает в кровь все те белки, которые изменены. Это было для нас известно. И почка... И вот тут уже, я думаю, что почка сыграла ключевую роль в Петербурге, в Ленинграде во время голода, во время блокады, потому что тогда белки мышц, белки разных органов поступали в кровь, шли, они не выделялись мочей, шли в почку. И она им возвращала. Она возвращала, и поэтому жизненно важные органы, мозг и сердце оставались незатронутыми. Вот какая умная, хорошая, нежно любимая нами почка. Очень интересно. И отсюда и возникает вопрос о роли почки. Вот там сколько у нас в стране, к сожалению, мало внимания уделяется нефрологии. Где-то. Она не относится к этим, как это называется... Приоритетам. Нет, да-да-да. Но это жизненно важные такие. Я не понимаю. Потому что для меня любой человек это человек. Социально опасный, нет. Что такое социально? Ну, больше. Все мы люди. И надо заботиться. Итак, это данный американский. 250 тысяч долларов стоит один нефрологический больной. Там либо трансплантацию, либо диализ. Значит, потребность в трансплантации в 90-м 18 тысяч, в 2000-м 50 тысяч. она непрерывно растет. И тогда решили, ко мне они обращались, биоинженерный подход. Ну, да-да-да. Но любой биоинженерный подход это то же самое, что иде... Ну, переносное слово. Что диализ 60 лет назад. Ко мне тоже тогда обращались. А ведь не знали чему, как много умеет почка. Вот те функции, о которых я говорил, не знали. И брали только одну. Чистить. Выведение, да-да-да. А это не. Я, кстати, это подобный вопрос. Я не знаю всех этих тонкостей, о которых вы сегодня рассказали. Я задавала биоинженерам, людям, которые собираются печатать. Да-да-да. Ну, что там, да и не рваться. Приезжали ко мне, я объяснил это. Те, кому объяснил, те... А сейчас понятно. А как вы будете делать эту синтетическую функцию? Я на этот вопрос сразу вам отвечу в другом отношении. Ведь продолжительность жизни была очень короткой. Несколько лет в 60-е годы, когда... Я расскажу историю, которая со мной произошла. Ко мне приехала делегация британская вместе с дочерью Евгения Михайловича, старея Ирина Евгеньевна, профессора Девордена и профессора Мэг. И была лекция у нас, мы обсуждали. И они рассказали о больном, который был на диализе в 1966 году. В 1995 году меня приглашали. Я решил провести симпозиум почти на столетие американского Смита. Им понравилась идея. И они только сказали, чтобы у них провести. Я уехал туда. И там встретился с Деворденом. Это было в штате Мэн. И он мне говорит, помните, я вам рассказывал, конечно, помню. Ну, почему вы не спрашиваете, что с больным? Я говорю, ну, как, что с больным? Ну, что он умер, наверное. 30 лет прошло. И он до этого... Да, говорит, умер. А почему не спрашиваете, что-то, какой болезнью он умер? Я говорю, ну, какая болезнь, когда 30 лет нет почки. Нет, говорит, он умер в автомобильной катастрофе и прожил с этой почкой 28 лет. У него ничего не беспокоило. Вот что значит грамотная терапия не только экскреторной, а всех неэкскреторных функций почки. Вот какого невероятного прогресса достигли тех, кто понимает, уважает и любит почку. Это очень актуальная тема. Да, я решил... Пресловутый 8 стаканов. О, 8 на 8, да. 8 на 8. Я пыталась, я не могу. 8 мне очень много. Нет, нет. Я поддалась однажды. Ну, и ничего не получилось. Ну, не получилось. Да, все правильно. У меня было здесь 8 на 8, поскольку этого никто у нас не знает. А письмо мне с этим прислал профессор Валтин. Он в физиологии почки занимал в Штатах. У нас с ним были добрые отношения. И его заказали статью 8 на 8. Вот. Он мне сказал, что я по этому поводу думаю. Я сказал. Итак, значит, и у меня будете... В 70-е годы надо было пить литры 700, 90-е, 2-200. Сколько сегодня не знаю. То есть производство, значит, минеральной этой самой воды в бутылках растет. Понятно. Нет, нет, нет. Да, все правильно. И в метро мы видим. Промышленность благополучия. Да, вот студенты на лекциях я как-то им... Перестали. Не пьют. Ну. Итак, преимущества. Как будто бы по обширным данным снижение рака мычевого пузыря, рак толстой хишки, ну и некое снижение коронарных заболеваний. Опасности. Водная интоксикация. Были 2 смертные, 2 в случае летальности на Нью-Йоркской дискотеке. Может, больше уже было. Ну, потому что там не только воду пьют, и не только... С препаратами. Там препараты, да, а препараты никогда не совместимы. И водная интоксикация, гибель от этого. Просто не сразу понимаете, что... Загрязненные напитки, риск спазма коронарных сосудов, все это. Так что... А теперь мое объяснение этому. Оно будет нестандартным. Я думаю, это реклама фирм, и все. А теперь... Большое... Это моя фотография. Я сделал ее в ботаническом саду. Очень красиво. В Петербурге. И мне нравится знание, что я снимал против солнца, поэтому она светится изнутри. Изнутри. Большое спасибо, Юрий Викторович, за интересный рассказ. В нашей рубрике по скриптам традиционной я хочу вас попросить обозначить, если можно так сказать, белые пятна гомеостаза. 150 лет концепции гомеостаза. И сегодня вы историю представили, и развитие этих исследований, и исследования вашей лаборатории. Что сейчас неизвестно? Какие механизмы имеет смысл сейчас изучать связанные? Я понял. Вектор исследований. Первое, надо изменить, как это называют теперь, парадигму в голове врачей и исследователей. Нельзя называть гомеостазом клеточный. Это невозможно. Нужно чувствовать, знать и понимать. Если кто-то хочет про клетку, назовите другим именем. Ну, цинология, например. Что хотите называть, но не может. Гомеостаз – это только одно понятие, которое вы почувствовали и только что сказали. Постоянство внутренней среды. Тогда будет легко и свободно жить, танцевать, радоваться жизнью, улыбаться в нас, слушать музыку. И второе, нужно современно понимать роль всех этих элементов в целостном организме. Потому что построение только молекулярных моделей, не встроенных в целостный организм, недостаточно для понимания природы регуляции, а без них это только пустой звук. Таким образом, я считаю, что пора вернуться или на новом уровне посмотреть не только гомеостаз как проблему, но и вернуться к физиологии, о которой забывают, потому что это основа и клинической медицины, и основа понимания природы тех явлений, которые всех нас затрагивают, и прежде всего понимание природы гомеостаза. Без целостного организма по определению невозможно, его можно сделать только сочетая молекулярную биологию, молекулярную генетику и понимание природы этого регуляции в организме. Большое спасибо. Спасибо.